Продолжим после матча для сэфференции. Город Толлович, несколько слов о сегодняшнем игре. В комментариях. Во-первых, хотел бы извиниться перед болельщиками за столь для нас плохой результат. Конечно, мы не имеем права так играть дома и проигрывать с таким крупным счетом. Я уже не помню, чтобы мы за последние годы дома уступали крупно, скажем так. Но в футболе бывает. В первом тайме два удара по нашим воротам и, скажем так, удачно Балтика и в первом случае пробил издалека, и на второй удар рикошет. После этого тяжело, конечно же, войти в игру, но был второй тайм. К сожалению, так мы от этих двух ударов не смогли отойти и пропустили третий мяч. Но расстраиваться времени нет. У нас сейчас очень тяжелый отрезок. Нужно готовиться к следующему матчу, восстановиться. Следующая игра в Хабаровске. И у нас такой тяжелый график. Нужно как можно быстрее забыть эту игру и готовиться к следующей игре. Спасибо. Вопросы, пожалуйста. Марат Федорович, не могу не спросить про первый пропущенный гол вашего визави. Я спрашиваю, он уверен, что мяч просто летел по такой удивительной траектории и был очень сильный удар. Вот на ваш взгляд, это действительно такой коварный удар, или что все-таки Денис не может сплаковать? Ну, знаете, когда из-за штрафной есть удары дальние, да, но вратари должны эти мячи, скажем так, тащить, да. Но мяч на самом деле полетел там по такой траектории, что он не смог среагировать, но из-за штрафной, конечно, вратари они обязаны эти мячи отбивать. В следующей игре Марат Федорович будет готов к этой стороне? Да, да. Восстановился, все нормально у него, со здоровьем. И я думаю, что он будет готов к игре. Еще вопросы? В перерыве вы сделали сразу две замены. Таким образом, как раз, ну, не быть довольны, да, футболистами, которые в первой тайме? Ну, естественно, в какой-то момент, не момент, скажем так, но в атаке плохо цеплялись за мячи, мало движения было, доставок мало было с флангов. Хотя мы в первой тайме, в принципе, ну, скажем так, и неплохое держание мяча было, да, то есть, ну, при счете 2-0 чуть нужно агрессивнее впереди играть, нужно нагнетать, нужно обыгрывать, нужно доставки с флангов делать, да, индивидуальные действия очень важны. К сожалению, здесь у нас были проблемы. Ну, связываясь с тем, что все-таки, смотрите, в линии полузащиты у нас играют молодые ребята, то есть, по 21-му, по 22 года, ну, тут же Адаев, Джумаев, Орлов, Дворецков, не хватает стабильности, могут игру выдать, могут где-то провалить, да, то есть, здесь очень важно, чтобы игроки ниже уровня своего не играли. Но это молодость, плюс Тиняев тоже молодой игрок, футболист, то есть, ребята молодые, и где-то не хватает вот этой стабильности, где-то игру сыграют хорошо, игру, скажем так, ниже своего уровня. Но все равно у этих парней есть потенциал, у этих парней есть будущее. Самое главное, чтобы они вот эти поражения быстрее забывали и двигались вперед, вперед, да. Ну, и глубина состава, конечно, у нас совсем маленькая. Сейчас предстоит 14-го игра, 18-го, 21-го, 25-го, 31-го, и заявка у нас закрыта. И все-таки здесь, конечно, будет нам тяжеловато, тяжеловато, но все равно, все равно мы сдаваться не собираемся. И новый матч, и будем готовиться к нему и добывать очки. То есть, здесь вопросов никаких не может быть, да. То есть, и самое важное, чтобы чисто психологически ребята отошли от этой игры и готовились к следующей. Женя, давай, последний вопрос. Сегодня каждый раз главные разыгрывали, а не подавали. Женя, каждый раз не отвечает. Была установка именно главной зоны? Ну, знаете, когда команда соперника играет в зону оборону, да, один из способов доставки мяча штрафную – это разыгрывать эти мячи. Мы на тренировках это отрабатывали, но, к сожалению, сегодня, да, не все получалось. Не все получалось в подаче, и не добирались до мячей. Но на каждую игру мы, как бы, соперника изучаем и готовим эти стандарты. Но нужно понимать, что команда соперника точно так же там в 10-0 обороняются, и здесь уже важна подача, ну, и розыгрыши эти. То есть пытаемся делать, но пока не получается, не получается. Всё, да? Спасибо.